Друзья, приветствую вас от всей души. Это YouTube 24 канала. Это я, Ирина Узлова. И рядом со мной Ольга Романова, глава благотворительного фонда «Русь сидящая». Ольга, здравствуйте. Рада вас видеть. Добрый день. Очень рада. Вчера увидели мы явление, прости господи, Пригожина Африки. Написали пригожинские телеграм-помойки. Батя в здании, а точнее Евгений Пригожин, обратился из одной из стран Африки, где усиливается присутствие Вагнера. Пишут они. Ну, давайте мы кратко послушаем вот этот вот стендапчик его при температуре плюс 50 и обсудим. Работаем. Температура плюс 50. Все, как мы любим. Чувака Вагнер проводит РПД. Делает Россию еще более великой на всех континентах. А Африку еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов. Кошмарим ИГИЛ, Аль-Каиду и других бандосов. Берем на работу настоящих богатырей. И продолжаем выполнение задач, которые были поставлены и которые мы давали обещание, что справимся. Ну, и помимо этого, мы еще видели различные фотографии, где представители африканского континента держат в руках плакатики и QR-коды с Вагнером. Видимо, очень радуются присутствию вот такого персонажа на их континенте. Его туда Путин послал. Он сам поехал спасать свою организацию преступную. Потому что есть и другие версии, что Тимченко, Дерипаска хотят отобрать у Пригожина его главный актив Африка. И подконтрольные друзьям Путина ЧВК редут, вербуют тысячи наемников, чтобы отправлять их в Африку и в Сирию. Что происходит, Ольга? Именно так. Сейчас Пригожин воюет за свою Африку, поскольку отжали у него, слава тебе, Господи, Украину, украинский фронт. Отжимают, судя по всему, Беларусь. Такая образовательная группа Вагнер, как мы знаем. И теперь Дерипаска и Тимченко, у которых есть свои очень большие интересы в Африке, хотели бы заменить своими частными военными компаниями Вагнер. И, вы знаете, я сегодня с утра вот с выражением читала очередную кепку Пригожина. Но, вы знаете, это очень смешно. Конечно, это Пригожина с каменой, но мне прям сразу же за этим роликом в потрясающей Панаме. Конечно, надо делать мэрч с этими Панамами, писать Панаму Пригожин. Частная организация «Русский дом», пишет Пригожин, в Центральной Африканской Республике открывает новый инвестиционный офис и приглашает инвесторов из России посетить ярмарку инвестиционных проектов в ЦАР. Мы поможем снять все барьеры и преграды для инвестиций в Центральную Африку. Для вас мы станем проводником в ЦАР. Несите ваши денежки в ЧВК Вагнер, в Центральную Африканскую Республику. Вот еще один новый инвестиционный проект ЧВК Вагнер. Но это уже какая-то действительно комедия уже. Уже комедия совсем. Интересно, а кто же найдутся желающие вкладывать инвестиции в такой проект? Ну, я думаю, что найдутся там, я не знаю, пару старушек там или парочка сбрендивших каких-нибудь, я не знаю, там, завгарами, у которых есть там три рубля, и они попытаются отнести это в Вагнер. Вагнер, конечно, примет, но я так понимаю, что инвестиционная ярмарка – это немного другое. Это все-таки предполагается, что приезжает какой-нибудь Константин Малафеев, олигарх и начальник Царьграда, и вот он начинает вкладывать через Вагнер в Центральную Африканскую Республику, тоже хочет немножко себе алмазов. Ну, примерно так это может выглядеть, только я не понимаю, зачем таким людям, как Малафеев, например, Пригожин, у которого явно сейчас на его троне, по крайней мере, три ножки явно совершенно сломаны, когда, собственно, можно обойтись и без него, или дождаться, когда его сменят более сильные волки. А вот он клянчит деньги, Евгений Пригожин. У него что, такие отобрали кое-что? Я так понимаю, что там ведется борьба за его некоторые активы, которые остались на территории Российской Федерации? Ну, кое-что у него, конечно, отобрали. Во-первых, у него, конечно, отобрали фабрику троллей. Это был все-таки большой актив. Во всем остальном он участвует. Мы же видим с вами все время тендеры, на которых время от времени выигрывает компания «Конкорд», и на школьные завтраки в том числе, и на поставку продовольствия в армию в том числе. То есть он так особо-то не уходит. То есть ему не дают поселиться под мостом. Это нет. Самое-то главное, что у него отжали, Шойгу, собственно, отжал бюджет на украинский фронт. Мы помним, да, что ЧВК «Вагнер» не существует, но Путин из бюджета дает ему миллиарды миллиардов. Поэтому давал, по крайней мере. По крайней мере, некоторое время продержится. И плюс ко всему вот эти вот некоторые выигранные тендеры на поддержание штанов. Но он активно начал вербовочную кампанию в России, и он явно совершенно вступил в бой за Африку. Судя по всему, вряд ли он прощен. Вряд ли он прощен. Просто он пока нужен. Пока нужен. Поскольку судьба главной Суровикина и многих других генералов до сих пор неизвестна. Да, нам сообщают, что он где-то на конспиративной квартире под домашним арестом. Другие источники сообщают, что он в специальном закрытом санатории. И там продолжаются его допросы, поскольку, как я понимаю, сейчас уже выяснилось, что все-таки Пригожин был марионеткой вполне себе. Ну, таким вот. Здесь с председателем фунта, я бы сказала, в этом мятеже, что это был настоящий мятеж военных против Шойгу. Поэтому с ними разбираются до сих пор. Пригожин признан вот здесь с председателем фунтом. И пока он приносит какую-то пользу для Путина, он остается в живых. Не будет приносить. И пройдет время, я думаю, что ликвидирует. А вот Путин контролирует его действия и вербовку наемников на территории Российской Федерации, действия в Африке, насколько сильно? Как вы думаете, они вообще общаются? Я думаю, они не общаются. Я думаю, это не царское дело общаться сейчас уже с Пригожиным. Я думаю, что ставят общую задачу удержать Африку, расширить Африку, выкачать больше денег из Африки. А как он это делает, совершенно все равно. Насколько это законно, насколько это незаконно. И это при всем при том, вот сейчас и Лавров обнимается со всеми в Южной Африке, и Пригожин рассказывает про чудеса Африки. А тем временем в Екатеринбурге убивали чернокожего студента за то, что он чернокожий. Более того, его убили. А сегодня стало известно, что несколько мразий полностью разорили стихийный мемориал, который возник на месте гибели чернокожего студента. При этом мы с вами понимаем прекрасно, что стихийный мемориал возник благодаря людям, которым стыдно за это, за убийство чернокожего парня по принципу цвета кожи. И стыдно, и безумно его жаль. И молодой человек, который приехал учиться, и у него были какие-то лучшие намерения и мечты. Да и вообще-то парню 22 года. А вот мразицы, которые мемориалы разоряют... Ну, слушайте, вот можно дать просто на отсечение любые части тела. Они связаны будут с властью, так или иначе. То есть они выяснили, что они там чьи-нибудь охранники, или там в каком-нибудь там движении наши состоят, или там какие-нибудь охранники охранников местного Алтушкина олигарха, или что-нибудь такое. Они явно вот с корнями такими, которые вообще вполне себе проповедуют фашизм, называя это словом патриотизм. Лавров действительно припхался в Африку, не поехал туда, опасаясь, что его... Ну, конкретно ему сказали, что его там арестуют в Южноафриканской республике Путин, российский диктатор, и встречали его там с танцами. Ну, это какое-то, конечно, такое зрелище необъяснимое совершенно ничем. Но да бог с ним, может, у них такие традиции, конечно. Вот он, по всей видимости, обрадовался, что хоть где-то его вот так вот величали. Ну, это все, на что они, в принципе, заслуживают. Как вы думаете, он поехал туда что-то просить или, наоборот, предлагать от этой встречи? Есть какие-то риски для Украины и какая-то польза для Российской Федерации? Ну, вы знаете, если учесть все-таки то, что происходило на саммите африканском в Питере, где, прежде всего, глава Южноафриканской республики довольно резкие слова сказал и Путину, в том числе, по поводу зерновой сделки, что нам не нужны подачки, нам не нужно вот это вот ваше зерно просто так, вы нам, девочку-то, зерновую верните назад. Вот это важнее, чем ваши подачки. И поэтому, я думаю, что саммит БРИКС за дом был запланирован. И, конечно, Россия как-то не могла на него не поехать. Но все равно одной из главных тем будет, конечно, и зерновая сделка, и война в Украине. А есть ли что вообще им предложить такого существенного Южноафриканской республики и вообще странам БРИКС, помимо вот таких подачек, учитывая, в какой ситуации сама Россия? Ну, всегда есть, что предложить. Потому что, ну, Бразилия в БРИКСе, да, она традиционно поддерживает, не традиционно, как и последние годы, поддерживает все крокодилья. Поддерживает там венгерского органа, поддерживает Россию. И вообще такая Бразилия, такое немножко пугало, да не немножко, настоящая пугало в Латинской Америке сейчас. С очень такими почему-то внезапно проимперскими взглядами. Унезапно что-то в Бразилии можно было не ожидать. Индия и Китай ведут всегда свою игру, всегда вели свою игру. Очень большие страны, которые так или иначе связаны с Россией. Индия, которая стала, в общем, большой экспортно-импортным таким хабом для России, очень ловко вышла из положения, расплачиваясь за российскую, прежде всего, нефть, рупиями, которые нельзя оттуда вывезти никак, никак этим образом. То есть, с одной стороны, торговый партнер и растет торговый баланс. С другой стороны, да что ты купишь на эти рупии? Чаю индийского в пачках со флоном? Особо ничего не купишь, и вывезти нельзя. Поэтому, я думаю, тут есть о чем поговорить. И здесь Россия уже зависимая сторона. Китай. Мы с вами все время говорим о Китае, все время говорим о Китае, потому что для Китая сейчас Россия младший партнер. И Китай, он очень заинтересован в том, чтобы война в Украине в такой вот стадии, ни шатка, ни валка, длилась бесконечное количество времени. Поскольку это, с одной стороны, ослабляет Россию, с другой стороны, не закрывает для Китая безграничный российский рынок. И, с третьей стороны, не вызывает раздражения у, все-таки, главного полюса, у штатов, в которых, в любом случае, главная была головная боль. К сожалению, не Украина, а Китай. Несколько месяцев назад в Штатах была большая конференция по безопасности. И там на первом, втором, третьем месте обсуждалась самая главная угроза. Они рассматривали все-таки Китай, 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 Китай. И только потом уже война в Украине. Для них это европейская война, для них это... Слушайте, правда, если бы они безоговорочно хотели бы победы Украины, они бы давно уже закрыли небо. Давным-давно. Мы об этом говорим свои полтора года. Я вот вообще не могу найти, не могу даже вычитать ни одного аргумента, ни одной причины, почему этого не сделать. Ну вот, нет ни одной внятой причины. Закроем небо, а он ударит ядерной бомбой. Какая связь между этим? Никакой. Не вижу связи. Ну, или, как мы слышали долго, что есть технические проблемы и нюансы, что, мол, взлетные полосы не готовы. А потом, как мы увидели, что в 2018 году, еще в 2019, самолеты F-16 проб налетали на территории нашей страны. И нормально все было. Но, может, теперь процесс ускорится. Вот видим в результате европейского турне очередного Владимира Зеленского, что вроде как процесс с мертвой точки в прямом смысле взлетел. Будем ожидать. Давайте вернемся еще к внутренним процессам, которые происходят в Российской Федерации. Потому что, по всей видимости, не только лишь многие страны извне заинтересованы в таком длительном затяжном конфликте, заинтересовано и окружение Путина, такие ястребы из ФСБ, их назвала, по крайней мере, так Блумберг, и говорят, что они такие, ну, скажем так, идеологические последователи Пригожина. Мол, они хотят, чтобы Путин убрал Шойгу и Герасимова с их должностей, чтобы война была более агрессивная на территории Украины, и чтобы мобилизационные процессы оживились в публичной плоскости также. А что это за ястребы такие могут быть, как много их, и пойдет ли Путин на их поводу, как полагаете? Ну, знаете, ястребов становится все больше и больше. Вот то, что, например, с утра одна из самых обсуждаемых новостей, что, в общем, бывший рокер, я бы сказала бы, Рома, да, из группы «Звери», да, вдруг поехал на войну и поддержал войну внезапно, хотя сначала нет. Это просто отражение, на самом деле, того, что происходит и в российском обществе, и в российских элитах. И если война с самого начала шокировала, разрушила планы жизни и так далее, то сейчас люди пристроились, взяли подряды на восстановление Мариуполя, взяли подряды на то да сего, на, там, не знаю, строительство дорог на оккупированных территориях, сами понимаете, да, там же очень удобное дело. Еще в Чечне освоенное якобы построил дорогу, построил, я не знаю, там, дом, а вот это что-то прилетело, разбомбилось, надо же, да, придется еще денег просить, еще строить, а как же. Очень много людей получило, в смысле, из элитки. Заказы на заводы по производству беспилотников самых разнообразных. И, в общем, начали возвращаться потери, то есть, переориентировался бизнес, переориентировались силовики. А силовики, конечно, ведь для них мирное время – это сложное время, это как надо, вот что делать-то им. Когда страна начинает развиваться, когда страна начинает думать о каких-то ценностях, кроме войны, шпионажа, саботажа и так далее, они становятся не нужны. Здесь, конечно, это борьба, в том числе, за влияние на оккупированных территориях. Ведь там же черная дыра совсем. Мы даже как правозащитники, мы, например, можем работать и хоть что-то наблюдать за чем-то, за какими-то процессами в России, а на оккупированных территориях нет, мы не можем. По самым разным причинам, по тысяче причин, но в том числе, например, исходя из украинского законодательства, что нельзя работать, это уголовное преступление, в том числе из-за этого. В том числе из-за того, что туда не пустят ФСБ никаким образом. В том числе от того, что человек с камерой, без сопровождения ВГТРК и Царьграда, тут же посадит на подвал, и что с тобой будет дальше, неизвестно. По многим-по многим соображениям. Раз такая огромная территория, там большая территория, это черная дыра, можно делать все, что угодно. И здесь, конечно, партия силовиков, выступающая за войну, она, собственно, почему еще так и резко сейчас усилилась, и там обострение, конечно, военных настроений. Почему? Потому что выборы. Потому что Кремль сейчас интересует почему-то только выборы. Ну, и даже на самом деле понятно, почему. Все давным-давно отлажено, все давным-давно проголосуют так, как надо, и нарисуют столько, сколько надо. Но это нужно, это как последствия Пригожинского мятежа, на самом деле, генеральского мятежа. Как последствия того, что нужно высушить путинские мокрые штаны. И надо показать ему, что его любят, надо показать народу, что его любят. Это такая очень важная психотерапевтическая операция для всей страны. Нужно, чтобы путинские партии победили на голосовании сейчас осенью, ну, и потом, конечно, 24-й год, президентские выборы. И, как Песков сказал американским журналистам совершенно откровенно, что Путин должен получить там сколько-то там, 90% голосов, да, и это все должно быть. Ну, они уже знают сейчас, просто надо как-то это обеспечить, не то чтобы технически, нет сомнений, что технически там все обеспечено, обеспечить все, я бы сказала так, упаковать все, красиво упаковать. А война им здесь немножко мешает. Война им здесь немножко мешает, не до войны. Не до войны, сейчас выборы, сейчас новая будет система голосования туда-сюда. И, конечно, военные по этому поводу, и вообще силовики, по этому поводу крайне недовольны, что, слушайте, ну как выборы, нарисуем сколько надо. Ну, война же, валю, гараж, давайте денег сюда, давайте убирать с выборов деньги, давайте их сюда, и давайте там поактивнее. Ну, в общем, каждый пашет на своей поляне. Касательно этого единого дня голосования, который приближается, там, 10 сентября, да, он произойдет, Навальный говорит, надо идти на выборы и голосовать просто за кого-либо, кроме как единую Россию, чтобы показать им, что не за них. Есть более скептически настроенные политологи-эксперты и политики, говорят, ну вообще какой смысл, и все это все равно не имеет, не стоит выеденного яйца. А что бы вы посоветовали, как правозащитница Ольга, стоит ходить вот на такие псевдовыборы, на вот такие шоу? И чем поможет это голосование против единой России? Как это, ну, они все равно где-то не учтут. Ну, вы знаете, я бы, конечно, я просто ставлю себя на место избирателя внутри России, и, ну, и, собственно, я и сама сижу тут с российским паспортом в Германии, теоретически могу сходить в посольство проголосовать. Я, конечно, не буду этого делать. Я очень давно этого не делаю, и не считаю умное голосование хорошей идеей, потому что выбирать между ярым сторонником войны и ярым-ярым сторонником войны, ну, это довольно, мне кажется, глупо. Я понимаю, почему такое или иное участие в выборах нужно политикам. Это их профессия, это их профессия, это тренировка мышц и тренировка избирателей, чтобы избиратель привык ходить на выборы. Поэтому здесь у меня нет вопросов к Навальным. Он политик, и он гнет свою линию, которая сейчас кажется очень несвоевременной, вне всякого сомнения, но он остается политиком электорального толка, там, отлично, например, от Пригожина, который никогда в жизни не стремился в электоральную политику, а все-таки у него в голове был мятеж. Навальный, вот, плюс ко всему, все-таки давайте помнить о том, откуда он все это говорит, откуда все это пишет. Все-таки связь между тюрьмой, особенно такой жесткой тюрьмой, как у Навального, где нет, в общем, почти никакой связи с внешним миром, и, наверное, не чувствуется настроение внутри страны или среди тех самых избирателей, все-таки оптика меняется, и она очень сильно затуманивается. А я вот еще думала, как вот такие его разные заявления, там, письма, которые то ли он пишет, то ли не он, которые передают, как они влияют на то, как с ним ведут себя в этой тюрьме, насколько это триггерит представителей путинского режима, возможно ли усиление репрессий против него там на фоне таких заявлений? Ну, надо сказать, что этот триггерит очень серьезно, очень сильно в ближайшее время должно закончиться, потому что я напомню, что у Навального есть новый приговор, 19 лет особого режима, из них суд отдельно принял решение, 10 лет, 10 лет без права использования сети интернет. Я уверена, что адвокаты Навального и Навального найдут способ как-то из этого выйти, но, тем не менее, это решение суда. Сейчас он может писать и может говорить, я думаю, что пользоваться он этим, возможно, последним случаем, потому что приговор еще не вступил в законную силу, еще апелляция впереди. Как только будет апелляция, она будет в ближайшее время, она будет уже, я думаю, что в сентябре, то все, он не сможет писать. А вот с такими, как Суровикин, где бы он там ни находился, действительно разные версии есть, мы с вами также обсуждали, его когда допрашивают, как с такими, как он себя ведет, представители силовых органов? Ну, вы знаете, это же такая история для России абсолютно бесконечная. В точно такой же ситуации много лет на даче, без права общения с кем бы то ни было, только с цензорами жил, собственно, маршал Победы, Жуков. Он жил именно вот так, таким образом, собственно, таким образом и умер. И вообще его книга воспоминаний, как известно, была допущена к печати после, во-первых, очень большой цензуры, очень большой, а во-вторых, с условием, что в этой книге будет подчеркнута выдающаяся роль полковника Брежнева, что пришлось сделать, естественно. При этом человек, который его посадил под этот арест на эту дачу, он, в общем, сидел рядом, Никита Хрущев, в точно такой же ситуации, ровно такой же ситуации, без права общения, без права особо так переписки, и так далее, и так далее. Поэтому тут ничего нового нет, совершенно ничего нового нет. И отношение к этому, в общем, такое. Мы понимаем, то есть это вот мы понимаем, это рассуждение людей, которые там охраняют и придумывают это все. Мы понимаем, что сегодня ты сидишь, а завтра тебя вынут и поставят на пьедестал. Поэтому так, аккуратненько, аккуратненько, по чтению. А как вы думаете, его могут вернуть все-таки куда-то, или уже так и списали Суровикина? Ну, российская жизнь настолько непредсказуемая, что, конечно, да. Конечно, да. Потом несколько раз он уже был в опале, и ему не привыкать к этому делу. Он такой зигзагообразный, Суровикин, и есть. Но для нас с вами, конечно, пусть он там как можно дольше остается, потому что парень он не глупый и, плюс ко всему, суть по всему, талантливый начальник. Пусть сидит там, где сидит. Однозначно. Стрелков тоже сидит, военный преступник, террорист, Стрелков Гиркин. И там что-то его женушка на днях жаловала, что плохо он себя чувствует, что здоровьем, затрудненное дыхание какое-то у Гиркина. Нехорошо ему. Может, его тоже уже там как бы списывают по всем статьям? Рука отнимается? Нет, ну а как? В семье нехорошо первое время. Что называется, отдуплиться нужно. Отдуплиться и нормально будет. Ну, думаете, его там не травят, не убивают? Да кому он нужен-то, Господи? Нам, да. Гагскому суду вообще и нам с вами. Вот нам с вами он очень сильно нужен. Очень хочется с ним поговорить. С пристрастием в данном случае. Да. Даже скрывать не будем. Ну, а я думаю, в Гагске суд... А доживет ли он, вот интересно? Если он там никому не нужен, то будет сидеть, а потом его как раз вместе со всеми вымут и отправят куда надо. Ну, доживем ли мы все до Гагского суда? Вот в чем проблема. Да. Вот в чем проблема, потому что знаете, есть такой исторический анекдот именно для историков. Такая шутка. Я не помню, как она дословно звучит, но историк на машине времени переносится в какой-то год, там встречается, умеет говорить, я не знаю, герцога, и говорит, какой сейчас год? Говорит, а 1400 там? Он говорит, аааа, два года, как началась 100-летняя война. Он говорит, в смысле 100-летняя? Ну, то есть, мы не знаем с вами. Мы не знаем с вами, в какой точке вот этого, этой трагедии мы с вами сейчас живем. Мы не знаем. Это правда. Ольга, еще хотела уточнить, а вот это ЧВК редут, говорят, что, слава богу, их в Украине тоже не будет, по крайней мере, источники можем объяснить. Говорят, что они тоже вербуют, обзванивают людей, бывших вагнеровцев, которым все равно где служить, и как раз хотят их, вот как мы упоминали, запхать в Африку, в Сирию. Что нам надо понимать? Кто за этим всем стоит, какое количество они могут завербовать? И может, они там будут друг с другом вообще биться, когда редут увеличится в Африке? Пригожин там еще будет, и мы увидим там африканскую... Я думаю, да, это ЧВК редут, как и все мелкие ЧВК, они с ним связаны. И ЧВК сокол, и ЧВК рысь там и так далее, и так далее. Это все вот эта вот империя ЧВК редут, это все Дерипаскинские дела. И сейчас очень вроде как Тимченко к этому делу привыкает. И, судя по всему, мы действительно видим замену Пригожина, сильно помятого и потерявшего былой блеск, и вообще нужность, судя по всему, на Дерипаску. У Дерипаски, в общем, это логично, поскольку в Африке много необходимых ему месторождений, и Баксита прежде всего, он уже несколько раз заходил в Африку, и несколько раз заходил не только в Африку, и несколько раз его предприятия выкидывались оттуда, из-за переворотов. И он просто хотел бы эти перевороты теперь контролировать. В общем, парни, можно понять, хочут контролировать перевороты, там сам устраивать или сам предотвращать. Для этого нужна частная военная компания. Там под ногами Пригожин вертится. Если не договориться, а они вряд ли договорятся, то, конечно, редут поглотит Вагнер. И у Пригожина, я так понимаю, что плачевное состояние может и финансовое возникнуть, и когда не будет, чем платить наемникам в Африке, те возьмут и к редуту переметнутся, раз у тех все нормально будет с деньгами. Ну, это так. Пригожин довольно много потерял в последнее время. То есть активы в России, плюс его отжали от бюджета. Но я бы не стала бы о нем кручиниться, о его финансовом положении, поскольку все равно у него остались и подряды на снабжении армии, причем более того, свеженький, он время от времени их выигрывает, тендеры, и школьные завтраки, и все это осталось. А самое главное, он все-таки сохранил пока свою армию, платить пока есть чем. Он и будет платить, в конце концов. Ему не дадут перебраться в картонной коробке под мост, конечно, нет. Но, тем не менее, будут потихонечку, наверное, делать все для того, чтобы он постепенно исчезал и растворялся в других частных военных компаниях. А образовательная компания, как они действительно себя зарегистрировали в Беларуси, ее какая судьба будет? Ну, я думаю, что там тоже потихонечку все будет рассасываться. Они оставят какой-то контингент инструкторов, чтобы это хоть как-то была образовательная группа «Вагнер». И будут перебираться, да, будут центроваться в Африке. То есть, в принципе, вот тех угроз, что они возьмут и пойдут куда-то на восточный фланг НАТО, уже не стоит нам ожидать. Я думаю, что всяко может повернуться. Ведь вряд ли мы... Слушайте, мы столько раз с вами говорили, нет, этого не может быть. Это невыгодно Путину, это невозможно. Это НАТО, это что-то еще. Но давайте вспомним. Путин уже оттяпал почти 20% Грузии. Путин оттяпал Крым. Путин сейчас уже в Конституцию включил оккупированные после 24 февраля территории. Неужели он остановится в четвертый раз и скажет, ой, Сувалковский коридор, что-то как-то я это... Что-то как-то это вдруг там Польша чего-то. Да нет, конечно. Господи, если ему понадобится Сувалковский коридор, можно не сомневаться. А он ему понадобится. А вот на протяжении какого периода можно ожидать, что редут поглотит Вагнер? Есть ли какие-то такие временные рамки? Когда они начнут такое противостояние за ресурсы и сферы влияния? Да я думаю, что противостояние по ресурсам-то уже идет. Недаром большой набор осуществляют и те, и те. Я думаю, что уже все это началось. И мы скоро с вами будем наблюдать. Я думаю, осенью, ближе к зиме, мы с вами увидим прямо там бои большого местного значения. Мне нравится такая перспектива. Посмотрим из-за этим. И на окончании нашего разговора хочу спросить о такой информации. Ольга Виркутский, пятерым сотрудникам Федеральной службы исполнения наказания Российской Федерации, дали от 4 до 5 лет колонии за пытки заключенного. А мы знаем, что за штрафы по дискредитации, как они говорят, СВО, просто за посты в Телеграме, в каких-то социальных сетях могут 8-9 лет вписать. Как это вообще возможно, что вот за такое, я вообще такое в первый раз читаю, что включены такие вещи, но я так понимаю, что удивляться здесь не приходится, что это, наверное, еще такие цветочки, которые могут себе позволить сотрудники ФСИНа, а за дискредитацию СВО от вписывают чуть ли не по полу жизненного срока. Вы знаете, действительно, это не уникальный опыт иркутского ГУФСИН. Я напомню, что несколько лет назад в Петербурге в СИЗО был до смерти замучен кипятильником Валерий Пшеничный, предприниматель, которого вообще называли русским Лоном Маском. И когда его сын попытался добиться справедливости или хотя бы найти виновных в смерти отца, он вынужден был убежать от страны, потому что против него же возбудили уголовное дело. Поэтому не то, чтобы 3-5 лет, 3-5 лет прямо уже хоть что-то, но я уверена, что они не будут сидеть ни одной секунды, потому что тут же сейчас напишут, как это уже происходило с очень многими сотрудниками ГУФСИН Иркутска, которых пытались судить, в том числе за изначительное внимание. Трехсот, трехсот заключенных, трехсот. Они написали заявление и отправились все на фронт. Я думаю, сейчас эти напишут и отправятся. Все, никто не будет сидеть нигде. Доед ли на фронт, то другое дело. Ну, я думаю, что доедут, что они такие незамысловатые парни. Понятно. Вот пазлы складываются. Вот такое они потом в виде пушечного фронта отправляют. Ну, а что там, если и доедет, то сколько же он там протянет. Ольга, спасибо вам огромное за разъяснение, за всегда реалистическую оценку того, что происходит. Благодарю вас и за вашу деятельность, конечно же. Всегда рады мы вас видеть. Спасибо вам. До новых встреч. Ольга Романова, глава благотворительного фонда «Руссидящая». С ней была я, Ирина Узлова. Друзья, спасибо, что вы нас смотрите. У нас всегда непростые темы, но очень важные. Берегите себя, верьте в себя, поставьте, пожалуйста, также лайк этому разговору. Если вам не сложно, работаем для вас на информационном фронте. Берегите себя. Увидимся.